Денис Марчук, заместитель главы Всеукраинской аграрной рады, Всеукраинского аграрного совета. Сейчас с нами на связи. Денис, здравствуйте, рад вас приветствовать в нашем эфире. Добрый вечер. Хочется, чтобы вы тоже подвели такие итоги до сегодняшнего заседания, которое, как я понимаю, в практической плоскости практически ничем не закончилось. Ну, позитивно, для всего остального мира в контексте украинской сельхозпродукции. Ну, я думаю, подбивать такие результаты мы будем, когда Украина победит в войне, и тогда уже будем конкретно заявлять, какие репарации должна понести Россия по отношению к Украине, по отношению к тому бизнесу. Конкретно о сегодняшних, да, о сегодняшней встрече. Это ведь было в СМИ, это, по крайней мере, проводилось в серьезном форме. Я знаю, что говорю, я просто говорю о своем... Можно не сделать вступление, да, почему я начал так говорить? Потому что мы несем убытки как бизнес, и действительно, мы заинтересованы в том, чтобы зерновой коридор работал. Убытки несет и наше государство. А пообивать итоги сегодняшних разговоров, они, вы знаете, происходят фактически в закрытом калуарном режиме. И то, что два фактически момента переговоров были сорваны, и 3 мая, и сегодня 5 мая, и перенесены на следующую неделю, это говорит о том, что, наверное, на следующей неделе никаких конкретных результатов мы не услышим. Почему? Потому что Россия затягивает этот процесс. Она затягивает, в том числе, возможно, даже к турецким выборам парламентских и первого тура президентской кампании. Она фактически навязывает свою позицию по торгах относительно снятия с себя санкций. Поэтому пока не будут достигнуть какие-то компромиссы в отношении России, которые она для себя выбывает, наверное, мы не услышим конкретики от того, когда пойдут судна, когда будет работать зерновой коридор в контексте стамбульских соглашений. То, что корабли будут там время от времени до 18 мая проходить, это факт. Но то, что будет после 18 мая, это большой вопрос, потому что фактически мы станем зависимы от позиции морского флота России. Потому что уже те заявления, которые они сказали, что корабли, наверное, не будут пропускать, это уже призвело к тому, что фактически мировые трейдеры, которые работают с украинским производителем, они уже прекратили контрактировать зерновые на середину мая. И фактически сейчас больше задеяны порты малой инфраструктуры, то есть через речковые порты, через Дунай. Поэтому если в ближайшие две недели мы не услышим какие-то конкретные предложения, как будет работать зерновой инициатива, инициатива это может привести к тому, что фактически эта ситуация с коридором может приостановить работу еще на ближайший месяц. И это очень катастрофично в контексте не того, что мы понесем убытки только, потому что у нас есть переходные остатки, их не так мало, но их можно будет вывозить альтернативными дорогами, коридорами солидарности. Но у нас через два месяца стартует новая активная кампания по собиранию урожая, и естественно, что вот этот урожай новый нам тоже нужно будет продавать, и все настроены на работу через Черное море, потому что если Черное море будет фактически не задействовано в экспорте, это произведет к тому, что опять-таки наши товаропроизводители, и это и наше государство не будет получать валютные выручки, которые так необходимы в период войны, потому что аграрный сектор за 22-й год, и вот 23-й показывает, что фактически аграрная номенклатура, это номер один по более 70% от того, что мы экспортируем, это аграрная продукция. В этой ситуации вызывает опасение вот тот момент, о котором вы упомянули, что все происходит за закрытыми в основном дверями, и не все как бы доносится потом вовне, вот это очень похоже на то, что нам обещали, что о нас без нас ничего не будет происходить, но тут оно выглядит как снова о нас без нас, снова начинаются какие-то игры закулисные, кулуарные, и если речь идет действительно о снятии санкций, то, в общем-то, все же страны не подневольные, они могут принимать решение, если это связано с выгодой для них. В этой ситуации они будут думать о выгоде для них. И как вы думаете, действительно у России цель затягивания это снять частично какие-то санкции, либо наказывать дальше Украину, и вот таким образом просто дергать за ниточки в разных государствах, каждого за свое? Ну, два требования, которые они выставили, имеют экономический и военный характер. Экономический характер – это снятие Россельгосбанка и санкций подключение его к платежной системе SWIT для того, чтобы обеспечивать приход валюты в Россию и торговать со всем миром. Военный – это дать возможность обеспечить экспорт аммиака через трубопровод Тольятти-Одесса. Почему это военный? Потому что фактически, если мы смотрим трубопровод, он идет через территорию Луганской и Харьковской области. Это очень, скажем так, сильное вещество, которое может привести к большим взрывам, химические какие-то действия от малейшего какого-то вспышки. Поэтому это фактически говорит о том, что они хотят, чтобы в этом направлении не проводилось никаких освободительных движений, не проводилось контратаки со стороны Украины. И когда они заявляют об этом, они не думают о том, чтобы экспортировать, продавать. Больше всего направлено на то, чтобы приостановить военные движения в направлении освобождения дальше Луганской области. Поэтому Россия постепенно будет прощупывать мир, насколько они готовы поддаваться по те условия, которые диктует на сегодняшний день Россия. Вы же видели, даже появились фактические заявления о том, что ООН обращается к Турции, чтобы, возможно, задействовать турецкие банки, банки-посредники для того, чтобы проводить оплаты, если не будет подключено Россельхозбанк к системе SWIT. Поэтому я думаю, что то, что будет делать Украина, на днях заявил президент Украины, перебывая, когда он сейчас находится в Европейском Союзе, в Нидерландах, он сказал, что мы как страна, все, что от нас возможно, мы делаем. Мы уклали договор в Стамбульске, мы экспортируем, мы обеспечим продовольственную безопасность. Пускай наши партнеры, которые тоже взяли на себя обязательства, гарантируют то, что судна будут проходить Черным морем, гарантируя то, что коридор безопасный будет, они должны это выполнить. Если этого не будет выполняться, я думаю, мы перейдем к какой-то, возможно, другой вариант работы по коридору. И здесь нужно будет говорить еще, наверное, о присоединении дополнительных государств, в том числе морских государств, которые имеют военный флот, например, Британия или Соединенные Штаты Америки, или как будет действовать дальше Турция после выборов, потому что фактически возможность обеспечения дальше прохождения через Босфор – это приоритет Турции. Ну и если сегодня Россия делает такие заявления, то мы должны понимать, что в сторону Украины должны быть направлены дополнительные помощи в контексте вооружения. Вооружение не только то, что мы сейчас бьем на суходоле, но и то оружие, которое можно было бы применять на воде, чтобы Украина могла гарантировать со своей стороны безопасность для коммерческих суден. Я думаю, что в ближайшие недели, месяцы мы будем активно принимать участие в таких же переговорах для того, чтобы гарантировать проход суден. Потому что не только интересы Украины, здесь интересы всего мира. Действительно, продовольственная безопасность в мире, если не будет украинского продовольствия, она очень, скажем так, произведет большим потерям в контексте того, что цены взлетят очень высоко, и бедные страны ее недополучат. Это же не то, что мы на словах говорим. Это то, что уже было и в марте, и в апреле. Фактически полгода, в 2022 году, не имея возможности экспортировать, цены выросли более на 20-25%. Это призвело к тому, что там, например, Северная Африка, куда мы там экспортировали, у них уже были катастрофические заявления о том, что там сотни тысяч людей, когда они получают продовольствие, они уже на грани голода. Поэтому здесь должно все-таки быть какое-то консолидированное мировое соглашение, которое будет гарантировать проход кораблей с украинским продовольствием. 18 мая, напомню нашим зрителям, еще раз акцентирую на этом внимание, истекает срок действия так называемой зерновой сделки. Напомню, Российская Федерация вместо 120 дней согласилась, если так можно сказать, на 60 дней еще в марте на продление подобной сделки. А помните, господин Кулеба, министр иностранных дел Украины, в одном из последних своих командировок рабочих, понятное дело, говорил о том, что Российская Федерация хочет убить Черноморскую зерновую инициативу. Ваши коллеги говорят, что у нее есть две недели на это, буквально. Именно к этому Россия стремится. Что такое Черноморская зерновая инициатива без России? Мы уже имели такой опыт в ноябре месяце, когда Россия вышла из Стамбульской соглашения, сказав, что они не будут принимать участие. Но у нас есть свое соглашение с Турцией ООН, и тогда Турция настоятельно фактически говорила о том, что несмотря на заявление России не будут выполнять свои обязательства. И ООН тоже сказал, что мы будем смотреть за порядком в том контексте, чтобы все происходило мирно, спокойно. И фактически корабли пошли. Более 5-7 дней корабли шли без России. Проверки в Босфоре осуществлялись очень оперативно, никаких очередей не формировались. Насколько будут готовы Турция после президентской кампании продолжить действовать в том же соглашении и гарантировать безопасность, мы увидим. То, что с этими заявлениями о безопасности нам нужно фактически иметь и практические решения, это говорит и заявление тоже министра иностранных дел Украины Пана Кулеба, который говорит, что лучшая безопасность в Черном море прогарантирует поставки в Украину самолетов F-16, которые смогут обеспечить безопасность прохождения кораблей в Черном море если же Россия будет делать какие-то провокации в сторону морских суден коммерческого характера. В контексте уступок, наверное, плохое слово, да, но которое сейчас часто звучит со страниц иностранных СМИ, западных, американских и не только, мы уже сегодня вспоминали об этом. Россельхозбанк, платежной системе SWIFT, помощь с Амекопроводом и многое другое, Тельветия Одесса. На этот шаг, давайте так, Украина может пойти и мир? Может ли пойти? И если все-таки этот шаг будет сделан, что это значит? Ну, если мы пойдем на этот шаг, мы должны сразу же понимать, что аппетиты будут возрастать. Если это будет один Россельхозбанк, тогда за ним последуют и другие, и государственные, и коммерческие банки России. Если мы позволим сегодня делать те условия, которые диктуют террористы, как же тогда мировая практика, мы переговоры с террористами не ведем? Ну, наверное, многие бы уже пошли на то соглашение, чтобы каким-то образом успокоить Россию. Но Украина задает в этом пример и заявление президента Украины, который фактически, да, давайте говорить откровенно, многие годы Украина не была субъектом международных переговоров. Сейчас Украина субъект международных переговоров и заявление, которое делает президент Украины, это тоже большое имеет влияние на политических лидеров. И если президент Украины говорит о том, что он не принимает никаких условий, и мы хотим действовать в соглашении с нашими партнерами, это заставляет многих лидеров стран задуматься. Потому что многие граждане или в Франции, или в Италии, или в Брюсселе, когда они видят и слышат заявление Украины, они понимают, что это заявление страны, которая в войне, и которая знает, что она делает и для чего она делает. Обеспечивает не только борьбу за несовисимость своей страны, но и обеспечивает фактически непрохождение России дальше в западные страны. Поэтому гражданское общество тоже имеет влияние на своих политиков. Я думаю, если будут продолжаться действовать Украина в тоже сильном режиме, что мы настаиваем на тех соглашениях, которые уже подписаны уже более года, ну фактически летом уже будет год, если мы говорим о том, что мы готовы тоже прогарантировать безопасность, но дайте нам оружие, я думаю, это более реалистичный шаг, который может сделать мир, чтобы помочь Украине, и чтобы помочь миру получать продовольствие, которое идет с нашей страны. Уступки, это фактически дать возможность России почувствовать, что ее шантаж работает, и дать возможность России дополнительно зарабатывать деньги на свою экономику и на свой военный сектор. Мы должны понимать, санкции относительно нефти и газа, они уже действуют. Сейчас обговаривается 11 пакет санкций. То есть Россия это понимает, и она уже считает свою экономику, и она не вытягивает военную, скажем так, свою промышленность без денег. Если мы дадим возможность получать Россию Госбанку, такие нужные деньги России, валютные деньги, которые она сможет потом внедрять в агрессию против Украины, так что мы сделаем? Мы только поможем России. Санкции, усиление санкций, возможность Украине получать вооружение, и мы сами сделаем мир более безопасный и безопасное прохождение в Черном море. По данным украинской службы «Форбс», брало интервью, я так понимаю, у Геннадия Иванова. Это представитель BPG Shipping, Kronos Balkers, компания, которая занимается доставкой грузов. Иванов говорит о том, что официально зерновой коридор работает, но россияне по надуманным поводам задерживают движение судов. Некоторые суда инспектируют по 2-4 дня. Это влияет непосредственно на процесс прохождения, в меньшем количестве суда проходит, как раз процесс инспекции. Что такое задержка одного судна на период от 2 до 4 дней? Как это влияет в целом на цепочку этих поставок до конечного потребителя и в целом на тогда систему обеспечения этого конечного потребителя сельхозпродукции? Меняет ли как-то эту систему в условной стране африканского континента? Это меняет в первую очередь систему в Украине. И 2-4 дня это очень мало. Это фактически ни о чем. Потому что корабли стоят и по 30 дней, и по 40 дней. Если корабль стоит около 20-30 дней, убытка для одного корабля, который обеспечит перевозку около 30 тысяч тонн, может составлять около полмиллиона, около 700 тысяч долларов. Это большие убытки, которые потом перекладываются на украинских товаропроизводителей, потому что они и так получают меньшую стоимость за свою продукцию, включая вот эти риски войны, страховку, логистику. Но и когда вот идет такие простои, тогда украинский производитель зарабатывает меньше. Если зарабатывает меньше украинский производитель, также получает валютные выручки меньше Украина. Это катастрофически всказывается на нашем секторе экономики. Ну и, конечно же, последствия таких задержек – это неисполнение контрактов, это дополнительные штрафы, которые несут логисты или это компания трейдер. Ну и самое главное, номер один, конечно же, это не вовремя получение продукции для бедных стран, которые не имеют запасов. Они покупают с месяца на месяц, с месяца на месяц. У них нет возможности сохранять, у них нет возможности обеспечить большее количество покупки, чем есть на этот момент, потому что денег не хватает. И какая-либо-то задержка, она приводит к тому, что повышаются риски голода в этих странах. И это Россия очень хорошо понимает. Если бы они этого не понимали, то, наверное, они бы так радикально и не действовали. И шантажируют мир продовольственным таким голодом. И если это будет, скажем так, нарастать, если это будет иметь большое еще значение, конечно, они будут этим пользоваться для того, чтобы все-таки дожать в контексте своих требований, которые они высказывают. Но Россия хочет, да, но мы даже имеем заявления, например, бизнеса, которые работают в контексте банковской системы, логистической системы, они все равно не хотят работать со страной террористами, со страной, которая под санкцией. Даже если говорят, мы готовы подключить Россельхозбанк, но мы не хотим делать переводы Россельхозбанка. Мы понимаем, что в контексте это может отобразиться на нашем бизнесе. Поэтому Россия уже в таком тяжелом, скажем, тупиковом состоянии. Мы будем надеяться, что нам удастся все-таки всем миром дожать эту страну, мародер, террорист, агрессор и все другие апитеты, которые можно применить к этой стране. Ну, при всем своем положении, вот хочу добавить информацию, блокируя зерновой коридор, Россия наращивает собственный агроэкспорт, используя украденную украинскую сельхозпродукцию. Российская Федерация вывозит урожай с временно оккупированных территорий, пытается продать его, выдавая за свой. Большая часть зерна сначала попадает в порты аннексированного Крымского полуострова, но затем транспортируется в Турцию и далее. Украинские правоохранительные органы расследуют подобные факты и уже наложили арест на 15 российских сухогрузов, причастных к перевозке награбленной продукции. Треть кораблей попали под санкции на этой неделе. Пять судов под флагами государства-оккупанта, которые осуществляли систематические незаконные входы в закрытые морские торговые порты на территории полуострова. Таким образом, нарушители переправляли похищенное украинское зерно в третьи страны и использовали Крым как своеобразный логистический хаб в преступной схеме. Из сообщения на сайте прокуратуры Автономной республики Крым и города Севастополя. Ну, с Россией все понятно. А как с теми государствами, которые, зная об этом? Или они говорят, что не знают? Ну, знают же и покупают. Знают, конечно, и покупают. Если посмотреть на количество, на перечисли этих стран, ну, это Сирия, это Иран, это те страны, которые на сегодняшний день тоже политически являются союзниками России, и они также продолжают покупать российское зерно или даже получать его там за какие-то дивиденды политические. Это Африка тоже, которая тоже нуждается. Они не хотят быть только зависимы от того, как будет работать зерновой коридор, или будет происходить экспорт с территории Украины, или не будет происходить. Поэтому, к сожалению, мы видим действительно влияние России очень большое. В аграрном направлении это тоже аграрная страна. Она имела свои рынки. Но тоже как бы санкции дают возможность это прекращать. То есть, фактически сократить возможности расширения экспортного потенциала России. Ну, и наши международные партнеры, то, что я хотел сказать вначале, то есть, как бы, все же видят это. Это фиксируется. И те репарации, и санкции отношений, и коммерческих компаний, и стран, с которыми сейчас Россия работает, в том числе продавая туда украденное украинское зерно, они будут нести наказание. Уже есть, скажем так, прецеденты, которые касаются, например, бизнеса с Сирией, которые запрещают им возможность продавать, блокируют их счета. Я думаю, это будет только нарастать в контексте тех действий, которые будем мы проявлять в Украине. Потому что мы же к многому тоже ориентируемся, как происходят боевые действия в Украине, как сильно мы отбиваем врага. Могут ли они, если Украина побеждает, наращивать тоже свои действия по отношению к этой стране-агрессору? Может, поэтому тут, как бы, мы возвращаемся к того вопроса, если Украина будет наращивать свою мощь в военном плане, если Украина будет получать вооружение для того, чтобы отбивать Россию, также будет становиться более радикальная позиция и других сторон по отношению к этой стране-агрессора, в том числе и те санкционные страны, которые сейчас с ней взаимодействуют в торговом плане. Спасибо вам огромное за такое докладное разъяснение. Денис Марчук, заместитель главы Всеукраинской аграрной рады, был гостем нашей студии.